Михаил, недавнее дело Кайла Риттенхауса, которое раскололо американское общество пополам, расскажите, что вы о нем думаете? Ну, во-первых, раскололо общество не дело Кайла Риттенхауса, а СМИ, которые абсолютно позорно о нем рассказывали. Невиновный человек вышел на свободу, лишнее доказательство того, что, несмотря на всю критику, которую в том числе американскому обществу обращаю я, американская система все еще здорова, судебная система все еще справляется и способна выносить справедливые решения, в отличие, например, от того, что сегодня существует в России. Вот вы говорите, что дело само не раскололо, но шум расколол, и та реакция в СМИ. Я, кстати, смотрела ваш стрим с Майклом Дудаковым, который сравнил, к сожалению, беспорядки 92-го года, в которых участвовали афроамериканцы, сравнил этих афроамериканцев, участвовавших в беспорядках 92-го года, с толпой обезумевших зомби. Вот это вы не считаете ангажированным, каким-то ангажированной реакцией? Я считаю, что Малик бывает ангажированным. Я бы такую формулировку не использовал, но при этом к погромам отношусь категорически негативно. В то же время вы говорите, что любое противостояние государству не является насилием. Разве те люди, которые выходили на улицы протестующие, они не боролись в этот момент с государством же? Нет, они жгли не государственные здания, они жгли магазины, которые к государству не имеют никакого отношения. Дело Кайла Риттенхауса, на мой взгляд, показало вот ту условность понятия самообороны. Это ключевое понятие для либертарианцев. Вам не кажется, что вот этот вот шум, вот этот вот какой-то общественный резонанс, который возник после этого дела, показывает, что люди не понимают, что такое самооборона? Что люди считают, что это понятие достаточно размытое, и его можно применять, не знаю, натягивать на что угодно? Ну, люди не понимают, что такое самооборона, потому что огромное количество сил, в том числе журналистов, тратится на то, чтобы ввести людей в заблуждение относительно того, что самооборона является. Да, такое непонимание есть, против него либертарианцы борются, в том числе я. Я не думаю, что мы будем сейчас от начала до конца разбирать это дело, но я могу объяснить, в чем, на мой взгляд, там есть некое противоречие понятия самооборона. Вот смотрите, да, вспомним, Кайл Риттенхаус, молодой человек, который не сам легальным образом приобрел ружье, чтобы защищать, как он сам говорит, parking lot и машины, которые на ней находились во время этих погромов. Он убегал от толпы людей, которые хотели его, на самом деле, разоружить, убегал сначала от одного участника этих событий и убил его, да, выстрелом в грудь, в голову. Затем на него уже напало несколько других участников протеста, которые пытались его разоружить. Вот те другие участники, они разве не действовали, исходя из мотива собственной самообороны? Они пытались разоружить человека, который только что на их глазах убил человека на улице? Нет, разумеется, потому что они пытались разоружить жертву, когда приехала полиция, Кайл Риттенхаус. Как они могли понять, что это жертва? Да, смотрите, все было бы гораздо проще, если бы государство, в частности в демократических городах, не ограничивало свободу и не подавляло свободу людей защищать свое имущество силой. Тогда бы этого непонимания, которое могло возникнуть в такой сложной ситуации, бы не произошло. Может ли произойти ошибка в какой-то потасовке? Да, разумеется, может произойти. К счастью, в случае с Риттенхаусом такой ошибки не было. Вот смотрите, есть человек, да, я не вижу, что произошло, но я нахожусь вот на улице в этот момент, я, может быть, защищаю там свою собственную машину или какой-то там магазинчик свой маленький. Я вижу, что парень убегает, затем он в кого-то стреляет. Естественно, какая моя реакция? Подойти и попробовать разоружить его. То есть я уже исхожу из позиции самообороны. Более того, я действую героически, потому что я хочу спасти толпу от человека с оружием, который только что стрелял. Нет, самооборона – это не то, что у вас в голове. Самоборона – это то, что происходит на практике. Вы можете заблуждаться, вы можете ошибочно оценить свои действия как оборону, потому что не были включены в контекст. И совершить таким образом агрессию и справедливость в данной ситуации устанавливает суд, если, конечно, он функционирует. Он разбирается во всех нюансах дела и выносит вердикт – произошла агрессия, либо самооборона. Ваша субъективная интерпретация событий здесь никакой роли не играет. Смотрите, это не совсем так. Более того, судья запретила даже называть убитых жертвами, потому что в деле о самообороне суд должен принять окончательное решение все-таки, кто был жертвой. Так это говорит о том, что сначала никому из людей, которые находятся в ситуации, изначально непонятно, что Кайл был жертвой. Понимаете? Это непонятно. Это установил суд. Подождите, я сейчас закончу эту мысль. И более того, вот вы говорите, что неважно, что у тебя в голове нет, только показания Кайла, только его собственное ощущение того, что да, я находился в опасности. Это и стало основным доказательством того, что он действовал, исходя из мотива самообороны, потому что твой личный мотив, твое личное самоощущение в опасном для тебя моменте. Ну, ключевым оказалось не его самоощущение, а записи и свидетельства, которые давали в суде, и именно они послужили причиной, почему вынесен был именно такой вердикт. Поэтому, ну, просто вы, на мой взгляд, неправильно говорите. Решение о том, какой поступок совершить в той или иной ситуации, разумеется, принимается субъективно, и человек берет на себя риски, сопряженные с этим решением. С одной стороны, риск – это стать жертвой убийства, например, как угрожала Кайлу Ритмихаусу, с другой стороны, это риск совершить какой-то поступок, который окажется не тем, чем тебе кажется, и суд-то таким образом может наложить на тебя какое-то наказание. Поэтому все решения человеческие, все поступки, они взвешиваются относительно рисков и их восприятия тем или иным человеком. Потом в суде взвешиваются, вот реальная картина произошедшего, и вносится вердикт, а кто же оказался прав? Это совершенно нормально, я не вижу здесь никакой проблемы вообще. Третий участник, в которого Кайл стрелял, но которого не убило, которому там только разнес мышцу, да, бицепс, который как раз-таки направил у него пистолет, и это тоже явилась причиной, по которой Кайла оправдали, если бы он убил Кайла, то он точно так же бы сидел в суде и объяснял, что вот человек был с оружием, я должен был его таким образом остановить, потому что он стрелял, он при мне стрелял в толпу, понимаете? То есть он тоже исходит из своей правды. Ну, тут нюанс заключается в том, что на видео есть свидетельство, где Кайла Риттенхаус убегает, и за ним все эти люди продолжают бежать. То есть как в момент, когда нападающий убегает, ты теряешь свободу самообороны, и вот та последовательность действия, которую вы описываете, она к тебе уже неприменима. То есть Кайла Риттенхаус им не угрожал, они угрожали Кайлу Риттенхаусу, это доказали, вот вся полнота свидетельства это доказала в суде. Если бы просто Кайл не убегал, он бы вообще очень серьезно попал, потому что в Америке есть такое понятие, что ты должен, чтобы признали, вернее, за тобой правооборону, ты должен до последнего избегать, retreat принцип, да, избегать столкновения. Да, это в зависимости от штата, мне на самом деле это довольно несимпатично. Есть еще такое понятие, как stand your ground law, в некоторых штатах существует не во всех, которые, мне кажется, куда более справедливой практикой. В Висконсине это не так, да, именно поэтому мы можем однозначно говорить, что в случае с нападавшим на Кайла Риттенхауса, если бы он убил Кайла Риттенхауса, а Кайлу Риттенхаусу не удалось себя защитить, решение, вердикт суда был бы другим, потому что, в отличие от Кайла Риттенхауса, он не убегал, он бежал за Кайлом. Тот момент, в котором вот как раз был убит второй человек со скейтбордом, это был момент, когда Кайл сидел, он в какой-то момент споткнулся, упал, и он привстал, и он сидел и не двигался, то есть он не пытался никуда убежать. И ровно в этот же момент он убил человека со скейтбордом, и затем к нему подошел единственный человек с оружием и направил на него пистолет, потому что он думал, что он таким образом его, как минимум, остановит. То есть вот этот человек точно действовал, исходя из принципа самообороны. Вы вообще согласны с тем, что вот такая сложная ситуация, в которой есть разнополярные интересы, в которой оба человека представляют друг для друга агрессора, они существуют, и однозначно определить это, ну, как минимум, очень сложно, если не невозможно. Однозначно это можно определить со стороны, это не может определить кто-то из участников, достоверно, разумеется, но со стороны мы всегда можем понять, кто является агрессором, кто является обороняющимся. Другое дело, что, как бы, находясь в моменте, человек для себя взвешивает риски, да, он хочет вмешаться в ситуацию или не хочет смешаться в ситуацию, и вмешиваясь в ситуацию, он, конечно, эти риски на себя берет. Я не вижу в этом ничего несправедливого вообще. Ну, вот какое-то количество вот этих вот случайных жертв, которые могут быть результатом тому, что мы так легко разрешим, людям решать, имеют ли они право самооборону. Мы это... Смотрите, никогда не будет общества всеобщего благоденствия, всегда будут происходить какие-то конфликты, и наша задача повысить шансы для жертвы себя защитить. И ситуация, которую описываю я, она, конечно, эти шансы повышает. Более того, всех этих погромов, разумеется, бы никогда не произошло, если бы людям спокойно разрешали оборонять свое имущество с оружием в руках. Но так как я имею в виду владельцам магазинов и так далее, если бы это было в норме, если бы такая практика существовала, погромов бы не случилось, не случилось бы перестрелки с Калэм Ритм и Хаусом, не случилось бы той катастрофы, которая произошла два года назад. Поэтому нужно повышать шансы жертвы выйти победителем в ситуации, победителем в неблагополучной ситуации. Удастся нам в 100% случаях добиться справедливости? Нет, будут происходить какие-то ошибки, будут происходить какие-то издержки, ошибки в том числе of judgment, то, что на английском называется. Но, разумеется, система, в которой жертва может себя оборонять, это лучше, чем система, в которой жертва такой возможности лишена. Но это очевидно, по-моему. Просто вы понимаете, вот эта вот сама ситуация, в которой Кайл, вооружившись, приехал в другой город, чтобы защищать чье-то чужое имущество, она тоже кажется довольно-таки странной. Его называют вегелантом очень многие в Америке. А я не считаю слово вегелант чем-то плохим. И слава богу, если это было бы так. Я понимаю, что в суде это бы проигралось иначе, потому что законы тоже написаны несправедливо. Но я, как либертарианец, с чистой совестью могу сказать, что ничего плохого в вегелантизме я не вижу. Вот это вот то, о чем вы говорите, понятие такого расширения самообороны, которое дает тебе stand your ground принцип. Он повлек уже следующие за собой жертвы. Вы, наверное, знаете дело Ахмада Арбери, чернокожего, вернее, по-моему, арабского происхождения молодого человека, который был убит на пробежке. Тоже двое его начали преследовать, думая, что он является собой какую-то угрозу. То есть что он является, не знаю, преступником, вором, и что он вообще не должен бегать в их коттеджном поселке. Вот. Мне кажется, это как раз такой отрицательный пример вот того вегелантизма, того права, так скажем, защищать себя. Вы мне сейчас хотите сказать, что случаются трагичные ситуации, где люди неправильно оценили происходящее и совершили таким образом преступление. Разумеется, случаются. Такие ситуации будут складываться, к сожалению, в самом благополучном обществе. Наша задача добиться наибольшего уровня, если угодно, благополучия. И в этом смысле, конечно, еще раз повторяю, жертва, разумеется, должна иметь возможность обороняться, чем если мы ее решим, такую возможность. Потому что если мы жертву лишим возможности обороняться, вот тут-то произойдет настоящая катастрофа. Не могу я вот с этим конкретно. Я прям просто, понимаете, вот дело Кайла Риттенхауса, молодого человека, который пребывает в очень опасной такой волатильный протест специально с оружием, незаконно приобретенным. Он несовершеннолетний мальчик. Он себя вот как раз видит тем самым защитником прав и свобод в отсутствии как раз-таки государства, когда государство себя показывает полнейшим вообще фейл-стейтом. Он берет на себя эту ответственность. И он тот самый человек, который... И добивается справедливости. И самое главное, добивается справедливости. Погромы прекращаются. Один мальчик, 17-летний, смог добиться прекращения погромов в киноше. Это же фантастика. Подождите, подождите. Писать надо и памятник ставить. Михаил, подождите. То есть вы считаете, что вот эти все жертвы оправданы тем, что потом не прекратились погромы? Нет, подождите. Какие жертвы? Никто в итоге не пострадал. Как не пострадал? Люди умерли. В итоге Кайл Риттенхаус выжил. Двой погибший. Кайл Риттенхаус не стал жертвой бандитов. Не два погибших, два бандита, которых остановили в середине преступления. А вы не считаете погибших людей жертвами? Нет, я не считаю бандитов жертвами. Я считаю, что бандиты... От бандитов нужно обороняться, разумеется. Если бандит приезжает в город, чтобы его сжечь, если бандит приехал в город для того, чтобы устроить погромы, для того, чтобы сжечь. Напал на несовершеннолетнего мальчика. Несовершеннолетний мальчик чудом сумел себя защитить, и после этого прекратились погромы. Это повод вообще человека медалью наградить. Несовершеннолетний мальчик приехал с незаконно приобретенным ружьем. Суд сказал, все законно было. Суд сказал, что незаконно, но мы тут сложно разбираться, мы разбираться не будем с незаконно приобретенным ружьем. Да, законно не написано этот счет, и прибыл туда с ружьем, и создал такую ситуацию, в результате которой у нас единственные погибшие... Он не создал. Город горел до того, как Кайло Риттенхаус туда приехал. Да, но погибших не было. Погибшие возникли только после того, как Риттенхаус применил свое оружие против троих. Это единственные люди, которые погибли и были ранены там. Это были жертвы рук Риттенхауса. Может, не звать это жертвами? Это были бандиты, которых Риттенхаус остановил. Жертвы там, все население Киноши, которым спалили город буквально. Понимаете, вы сейчас рассуждаете, что пираты, понимаете, пираты берут город, высаживаются в городе, его пытаются сжечь, и тут выходит парень и спасает город от пиратов. Это буквально ситуация, которая произошла прям литературно. Тогда он мог просто всех подряд стрелять, если они пираты. Ну, задача у него такой не стояла. Задача у него такой не стояла. Вообще мы помним, что во время подрома в Лос-Анджелесе, да, вот этот известный мем про rooftop Koreans, про корейцев, которые защищали свои магазины с помощью ружей, находясь на крыше, это очень хороший мем. Конечно, то, как общество должно себя оборонять от подобных, от подобных ситуаций. Потому что то, что происходило в Киноше, это катастрофа, и то, что государство не остановило погромы, это катастрофа. Вы выступаете за право на самооборону и за ношение оружия как раз с тем, чтобы эту самооборону осуществлять. Вопрос. Вот у нас уже в России разрешено травматическое оружие. И его, казалось бы, достаточно, чтобы остановить преступника, если это в опасности. Но зачем вам именно огнестрел? Вот чтобы вот мозги по полу, чтобы там мышцы прострелянные были? Ну, во-первых, потому что даже травматическим оружием в России пользоваться для обороны достаточно трудно. Если вы посмотрите просто на судебную практику, решения, которые суды выносят, практически никогда в пользу обороняющиеся эти решения не выносятся. Почему огнестрел? Потому что с помощью огнестрела себя можно защитить от людей с огнестрелом. Ты не можешь себя защитить от людей с огнестрелом с помощью травмата. И самое главное, ты не можешь свой дом защитить. Вообще, если выставлять акценты относительно того, что принципиально для меня там и либертарианцев, принципиально, чтобы право человека на самооборону было усилено. Здесь даже дело не столько в огнестреле, сколько в самом праве, чтобы в случае, если тебе домой вламывается бандит, ты мог защищать себя и свое имущество всеми необходимыми, в том числе, летальными средствами. Здесь совершенно не важно, с помощью каких инструментов происходит оборона, важно, чтобы человек, обороняющийся, был по возможности поставлен в максимально выгодное положение по отношению к человеку нападающему. В этом основная цель огнестрел просто помогает достигнуть, решить эту задачу.